Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Несмотря на тот факт, что депрессия и другие аффективные расстройства считаются серьезными заболеваниями, доктора до сих пор не всегда могут точно их диагностировать. Уже более 10 лет Александр Никулеску и его команда ищут паттерны биомаркеров экспрессии генов в крови, коррелирующие с рядом психологических состояний. Недавно ученым удалось обнаружить паттерн, который может эффективно указывать на пациентов с наибольшим риском развития посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, теперь они сосредоточились на депрессии и биполярном расстройстве. Для этой работы ученые брали образцы крови у группы людей в течение нескольких лет. Это позволило авторам проекта связать острые состояния настроения с изменениями биомаркеров крови. Так исследователи обнаружили и сосредоточились на 26 специфических биомаркерах экспрессии генов, которые были больше всех связаны с депрессией, биполярным расстройством и маниями. Затем исследователи проверили эту группу биомаркеров у контрольной группы, подтвердив, что анализ крови действительно может эффективно указывать на депрессию и биполярное расстройство. Увы, но для того чтобы этот вид анализа стал доступен во всех клиниках, может потребоваться несколько лет. Однако ученые уверены, что такой анализ крови поможет не только клиницистам в диагностировании, но и самим пациентам, ведь так врачи смогут подобрать для них наиболее подходящие лекарства. Кстати, у популярной механики появился новый раздел «Блоги компаний». Если ваша организация хочет рассказать о том, чем занимается, напишите нам. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.